Возвращение в нулевые. В МИАСе участились кражи сотовых телефонов. Воруют в общественном транспорте, в магазинах, школах. Есть несколько случаев грабежа, как говорится, средь бела дня. Любители отобрать чужое нападают на детей и девушек. По данным полиции, кражей сотовых телефонов занимаются чаще всего безработные, ранее судимые люди. Как правило, это мужчины. Но буквально на дня задержали женщину, которая грабила детей. Подходила к ним, угрожала и отбирала телефоны. Также сотовые телефоны у нас воруют не только путем грабежа, так же и тайное хищение. То есть это в салонах сотовых связей, в магазинах крадут сотовые телефоны. Также тайно путем краж завладевают. Это в транспортных средствах крадут сотовые телефоны. В школах также возросло число краж. Сотрудники полиции советуют родителям не покупать детям дорогие сотовые телефоны. То есть дети как? Они по завывчивости оставят сотовые, например, начинают переодеваться там, зашли, свои вещи разложили, начинают потом собирать, телефона уже нет. То есть тоже быть бдительными. Воруют телефоны и из камер хранения в супермаркетах. Замки там, как правило, не очень надежные. Этим пользуются преступники. Каждый день в полицию поступают по несколько заявлений о кражах мобильных устройств.